О том, что сейчас происходит на поле, в газетах напишут только завтра. Разбор полетов будет завтра. Разговоры у кулера о матче, все завтра. А победить ты можешь прямо сейчас. Ставки в лайв. На сайте и в приложении 1xставka. Привет, ребята. Ну что, уже завтра бои на Рейч-арене 2. 17 июня вкрыли Советов. А сегодня мы находимся в шикарном месте на процедуре взвешивания. Для тех, кто думает, ну что-то такого, встали на весы, взвесились да и пошли. Нет, ребят, не тут-то было. Ведь именно манипуляции с весом дают небольшое преимущество в бою. Ну что, идем изучать тему веса? Знаете, ребят, ну вот особо шутить сегодня не получится. Ну вот представьте себе, когда вы голодные. Когда я голодная, ко мне лучше со сковородочкой и картошечкой жареной подходить. А вот идут ребята, хотят пить, хотят есть. А тут, оп, барное меню, клубнички всякие. Даже не знаю, как я со своими вопросиками сегодня к ним, но я буду максимально добра, как бабушка, которая хочет накормить своих внучат. Так, ребят, тут вот зомби Юрьев сидит. У меня тут есть вкусняшка полезная. Хочу его покормить. Ну, мало ли что, это все-таки зомби. Антон, здравствуйте. Вот возьмите вам шоколадочка, после весов покушайте. А то знаю этих зомби, они когда голодные не могут нас всех сложить. Перед началом взвешивания мне обязательно нужно проверить весы. Я-то свой вес знаю до миллиметров. Поехали. Здравствуйте. Поем на весы? 105 килограмм, ровно. Что за 105 килограмм? А ну-ка, иди-ка сюда, иди ножку отгрызу. Ребята, у нас супер-боец Андрей Елен. А знакома ли вам такая ситуация, что в межсезонье, между боями, вы так вот хорошенько разъедаетесь? Да, бывает, но в этом сезоне не получалось разъедаться. Каждый месяц соревнования, если брать с января, ну, 3-5 килограмм, как бы это немного, ну, 6 может быть. Вот такой вопрос. А вот есть такое, что вот прям вот хочется вот определенное чего-то вот съесть, вот какое-то блюдо любимое. Курицу, вот такой гриль с лавашом, соусом. Вот так вот. Екен, я приветствую тебя, очень рада видеть. Ну, расскажи, гонял ли ты вес? Да, приветствую всех. Гонял, да, не особо много, всего лишь 3-4 килограмма. Чувствую себя хорошо. Завтра в бой будут искры, обещаю. Искры. А вот что вот прям хочется, не считая воды, вот покушать сразу после взвешивания? Суп какой-нибудь. Курыный, наверное. Привет, Влад. Меня интересуют твои лайфхаки. Ничего жирного, ничего сладкого, ничего мочного. Правильное питание, но секретиков ты своих не выдаешь. Да, всех секретов я своих не расскажу. Но они есть. Они есть, конечно, безусловно. А какие? А это не скажу. Очень не расколоть. Вот что значит Кива? Ну, а лайфхаки какие-то есть? Сон. Спать нужно обязательно. 7-8 часов. Ложиться до 11 желательно. То есть ложиться надо сегодня, а не завтра. Камиль, здравствуйте. Ну, вы один из самых опытных, титулованных наших бойцов. Вы гоняли к этому бою вес, скажите честно? Да, конечно, пришлось послушиться. А у вас есть какие-то методики? Вы сами себе там рассчитываете все? Или вам команда помогает? Конечно, без команды никуда. Также у меня есть супруга, которая помогла мне с диетой, со всеми. Ну и да, без команды мы никто. То есть дома у вас все в курсе дела, что вы гоняете вес? Никаких пельмешек, шашлычков в это время нет? Да, конечно. Супруга, все правильно, да, все без углеводов, белочки. Все как надо. Так же и заливает потом после взвешивания. Все по правилам. Вот в этом и профессионализм. Все по правилам, все как положено. Ребята, у нас суперкрутой боец, Буйвасар Пасхаев. С небольшой мышечной массой очень сложно гонять вес. Вот расскажите, как у вас происходит сгонка веса? Есть ли трудности или вы всегда в весе? Сгонка далась крайне тяжелая, потому что я давно не выступал в этом весе. Я чуть поднялся в весе, 63. Для меня вот примерно я 10 килограмм гоняю. 6 недель вот это вот идеально, идеально. Ах, Рор, здравствуйте. У вас весовая 60 килограмм. Вот скажите, вы гоняете вес? На самом деле 60 вешу. Я вообще не гонял вес. Все. Бывало ли такое, что приходилось по многу гонять вес? Да, конечно. А как это, у вас есть какие-то лайфхаки, может, как это сделать? Лайфхаки? Повтори, что ты сказал. Федор, здравствуйте. Ну, что я хочу сказать. У вас весовая 94 плюс. Мне кажется, на этом празднике жизни вы самые сытые и довольные. Да, в принципе, диету спортивную соблюдал, но при этом вес гонять не нужно, поэтому чувствую себя отлично, да. Хайл, здравствуйте. Я очень рада вас видеть. Я знаю, что вы очень уважительно относитесь к Хабибу. И как вы можете прокомментировать неоднократные нападки Джорогана, который обвинительным тоном говорит, что Хабиб очень много гоняет вес и называет это даже легальным жульничеством. К Хабибу нельзя относиться неуважительно. Это человек-легенда, история. Есть один ответ на этот вопрос. Правила. Правила разрешают? Разрешают. Никаких проблем. Вы гоняли 10 килограмм вот к этому турниру, да? Именно. Я весил 81 и надо было мне 71. Бывает ли у вас такое, что во время сгонки веса вы немножко раздражительны или плохо себя чувствуете? И как в этот период вас поддерживают близкие, родственники? Во всех ситуациях я всегда спокоен, у меня никаких раздражительных моментов не бывает. Соперник только меня мотивирует и все. А когда вы дома, есть такое, что родные специально там что-то вкусненькое не кушают, специально готовят какие-то салатики, чтобы так вас поддерживать хотя бы так? Ну, вообще-то я один живу в городе. А любимое блюдо это какое? Так, их очень много. Я люблю тайскую кухню, нашу национальную кыргызскую кухню. У нас есть бешбармак, у нас есть чучук, у нас есть курдак. Бешбармак это что? Бешбармак это тоже как бы, там она делается из макарон и из мяса, из лошадей. По-флотски только без лошадей. Это получается по-флотски, но с лошадью, да? От меня не скроешься, вот я нашла вам хаважа, накутера Ольгова. Хаваж, ну привет. Я знаю, ты не особо любишь, когда я или кто-либо берет это интервью, но тем не менее я тебя поздравляю, что завершилась церемония взвешивания наконец-то. Ты можешь попить, поесть вот тебе водички от меня, попьешь обязательно. Как тебе удалось подготовку к бою в плане весогонки? Расскажи. Ну весогонка у меня всегда проходит отлично, так как я не очень сильно гоняю, немного, так чтобы обращаться к диетологам, там начинать скидывать вес за пару месяцев. У меня нету такого. Две недели мне хватает, чтобы сбросить 5-6 килограмм и чувствовать себя на следующий день отлично. Он не будет тебя мучить, я тебе желаю завтра удачи на арене и чтобы ты сейчас хорошо поел, попил и покушал. Это был Хаваж Ориков на каутер. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok